Честно могу сказать, я их слышу давно, которые обычно вызывают некое непонимание. Соответственно, сейчас такое более легкое общение, потому что сейчас очень важно выяснить те вопросы, попытаться хотя бы. Пункт номер один. Так получилось, я с этого начался конференция, кто был на открытии, слышал. Так получилось, что в европейской культуре про азиатские не говорю, ибо совсем не специалист. Ну, совсем не специалист, да? В европейских культурах как бы разговоры о творчестве велись, ну, как минимум, с древних греков. Это именно письменные источники. Понятно, что без письменных источников там еще раньше. И далее, к 2016 году, как ни странно, вот именно методик, инструментов, приемов, которые отчуждаемо от личности передаются и позволяют совершенствовать военную технику, гражданскую технику, не знаю, обучение детей, то есть лечение больных и так далее, вот как ни странно, нет. Но есть очень большой общественный шум, который издают разные ученые. Некоторые ученые постоянно подписались на видеоэкране, как бы рассказывают некоторые вещи, абсолютно не имея никаких результатов. Есть откровенные жулики, которые пытаются в интернете обучить всему, креативу и так далее. Есть сумасшедшие, нормальные сумасшедшие, которые занимаются этим же. Но, к сожалению, да? Какой критерий? Вот критерий следующий, что, соответственно, некая новая инструмент, методика, что это будет книжка, компьютерная программа, должна увеличивать вероятность решения некоторого класса задач. Наиболее сильный аналог, ничего близкого, которому, к сожалению, нет, это достижение Геннега Царевича Альшуллера Трис. Базовая идея Трис, она чрезвычайно проста, но, к сожалению, сам Альшуллер настолько вероятно свыкся, что он ее и не излагал. Учитывая, что посылал свои рукописи, он на это не ругался, на это не ругался, вообще на меня редко ругался, значит, она заключается чрезвычайно проста. Если посмотреть, чем занимается психология, социальная психология, социология, она исходит из психики человека, что вот это мозг есть, психика человека, и как-то его там посетил, инсайт, интуиция и так далее. Геннега Царевич Альшуллер, нелениво, вот это ключевое слово нелениво, листая для тех незабытений, он обнаружил, что рассматривая технические объекты, есть техническая система в состоянии 1, далее есть техническая система в состоянии 2, и вот этот скачок делается примерно по 100 правилам, точкам. Обратите внимание, да, вот интуиция, инсайт как бы умножаются на ноль. Чем это лучше? Во-первых, задачи решаются, потому что десятилетиями хронические мы не можем получить, кроме разговоров про интуицию, про инсайт, мы не можем получить результатов десятилетиями, не годами, десятилетиями. На языке Альшуллера вот это называлось прием. Это называется прием. Это называлось прием, да, прием, да. Соответственно, потом выяснилось, что есть приемы там двойные, тройные, дальше, можно сказать, с обратной связью, третье, скажу, дальше же мои работы пошли, введение слоев, ну и так дальше. Вот, тем не менее, да. Так вот, соответственно, очень хотелось бы, очень хотелось бы, вот это направление, к сожалению, казалось тупиковым. Признаться в этом чрезвычайно больно, и, в общем-то, люди не могут признаться, не могут признаться, потому что, ну, хотя уже поздно начинать, жизнь прожита не туда, но бывает, жизнь прожита не туда, не в то направлении, скажем, да. Вот и прочее, прочее, прочее. Я привык получать письма, которые мне говорят, почему я вас не встретил 30 лет назад? Ну, это не моя вина. Извините. Ну, извините. Я все понимаю, да? Ну, это получилось, да? К сожалению, к сожалению, к сожалению, повторяю. Поэтому хорошо бы отличать мифологию, мифологию. Всё остальное, всё остальное в ТРИС, это постановка задачи, очищение инерции мышления, усиление полученного решения, комбинация полученных решений, обобщение полученных решений и методический принцип, да? Вот обратите внимание, что таких приёмов весьма конечное количество. И, скажем, дальше я могу уже рассказывать о своих работах, которые были связаны и с социумом, и с текстами, которые будут завтра. И оказывается, что количество приёмов, вот как мы это не хотим, оно весьма ограниченное. Простейшая аналогия, которую вы знаете все, как можно изменить число, изменить число. Математические. Ну, прибавить, ну, отнять, ну, корень извлечь. Ну, в общем, низкое преобразование. Всё, то есть. Но если не математические преобразования, к числу можно рассказывать карандашиком, да? То количество преобразований увеличивается, хорошо, да? Вообще, математические преобразования очень невеликое количество. Кто знает грамматику преобразований, тот молодец. Очень печальная статистика, полученная на гигантской статистике, ничего более крупного в России нет. А вот, скажем, программист, к сожалению, уже ушел, вот он-то сидел, георгий сидел, он уже ушел. Наша работа прямо из журналистики, в которой была вложена 2,5 тонны материала, в которых я лично просмотрел и разметил, и не свихнусь. Это очень большое достижение, не свихнуться. Заключается в следующем, что если человек не владеет риторическими приемами, и человек дико образованный, потому что, например, я проводил пример Лужков, потому что Лужков, во-первых, очень умный человек, московский Лужков, умный масса контактов, когда он был на коне и так далее. Так вот, в лучшем случае человек более-менее подходит к 10% известных литературных риторических приемов, включая филологов. То есть если базы нет, базы нет, полное преобразование текстов, то даже высокоумный филолог на филфаке МГРУ меня просили не уезжать из страны. Вы такое делаете, такое делаете, вы такое делаете. Я не собирался подать. Так далее, да? Это в очень хорошем. А так опыт показывает, что, как правило, у большинства ведающихся авторов, там 2, 3, 4 приема и все. Для того, чтобы сделать карьеру в Москве в 2016 году, нужно владеть четырьмя приемами. 5 много не поймутся. Азиас. Это много, не надо. Это балбовство, да? Вот, соответственно, скажем, да. Почему это можно сделать регулярно, на регулярной основе, то есть как бы и проще, 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 проще. Вот поэтому, обратите внимание, на мой взгляд, возникает очень интересная область. Сегодня женщины нам честно признались под моим давлением, что они ввязались в какую-то штуку, а потом она гигантская оказалась. Вот они думали, что она гигантская оказалась. Это было на ваших глазах сегодня, да? То есть, грубо говоря, вот в теории творчества, причем, когда такие вопросы мы обслужили, очень такие нормальные, не затеяли. Там творческая семья, детишки. То есть детишки были до нашей эры. Даю справку, да? Вот Соколова жалко, нет, он подтвердил бы. Значит, да, как бы, дальше эры были. Ни черта не сделаны, когда начинаешь пытаться подходить через решение. Не поговорить, да, не поговорить, а через решение. Поэтому, соответственно, не верить. Это вот некоторые первые слои, да, естественно, да, поэтому вещь, которую транслировал Альшулия, я должен повторить, что базовое освоение ТРИС это 120 лекционных часов плюс 200 лично решенных кейсов. Иначе навыки сложные не ставятся. Да, на Альшулия он все то есть. Вот ТРИС за один вечер не ставится. Вот просто не ставится, да?